Прямо умоляю спросить про четверной аксель. Да, это такой сложный прыжок. Это прыжок, который никто не делал никогда. Это очень страшный и очень сложный прыжок. С него можно разобиться, потому что он начинается схода вперед с ребра. И поэтому, если ты не докручиваешь, ты переходишь вперед. Ты падаешь прямо вот на лицо. Но это очень, не знаю, я бы ему не советовал это делать. Просто откатал бы свое. Просто он хочет это сделать, может быть, не на олимпийских, может быть, на соревнованиях. Но это, понимаете, это тоже он хочет выйти в космос. Остаться вы с тобой или для себя? Для себя. Все делается для себя. Знаете, что вы работаете? Потому что вы без этого не можете. Вам это интересно. Вы ждете этого адреналина, когда вы работаете. Когда я работаю, это уже выжду. И говорить, что вот я делаю это для вас, это не совсем правильно. Делаешь ты это для себя. Просто потому, что ты не можешь этого не делать. Знаете, как Шостакович писал? Если можете не писать музыку, не пишите. Ну, а все-таки добавлю по поводу этого прыжка, потому что много вопросов. Есть ли вариант того, что даже и девушки будут прыгать? Это какое-то неизбежное будущее или от этого просто неправильное направление? Понимаете, почему неправильно? Развитие. Почему неправильно? У кого-то будет очень большой, он очень тонкий, он очень хорошо крутится. У него большой аксель. И он очень тонкий, он крутится, как карандашик. Понимаете? Нигде ничего не выпирает. Вот если не гадать, да, ведь предел человеческим возможностям, очевидно, существует. Ну, не накрутишь ты там семь этих оборотов, да, шесть, пять. Ну, кто знает, если будут какие-то другие кайки и ботинки. Это же вопрос инвентаря тоже. А вот в своей, скажем так, составляющей искусства фигурное катание... Нет предела, нет предела. Где вообще предел сложности? Понимаете, где он? Уже скоро... С одной стороны, это нормально, да? С другой стороны, это опасно очень, травматично. Нет, я здесь не разделяю такой позиции насчет опасности. Ну, где предел? Ну, я вам сразу отвечу, чтобы породить массу вопросов. Ну, я думаю, что четверной аксель, который мой воспитанник или ученик Артур Дмитриев пробовал делать какое-то подобие. Женя Плющенко, Меньшов, все пытались. И Узуры Ханью, может быть, один из лучших прыгунов. И Чен, американец, пробует. Ну, при моей, в ближайшем историческом периоде, не сделают четверной аксель чисто. Спрашивают, а пятерной прыжок? А пятерной прыжок, может быть, вообще не подвластен будет человечеству. Потому что сейчас прыгают там на 2,20. Скажите, а на 2,80 можно или на 3 метра может прыгнуть человек? Или может он поднять тонну? Скажите. Скажите, ну, это прогресс будет. Может произойти увеличение количества оборотов прыжки. Но для этого нужен другой механизм исполнения, другая метода какая-то. Например, кляпы, отстегивающиеся пятки конькобежных коньков. Они сделали колоссальный прогресс в результатах. Перейти от такого способа прыжка, перейти перехидным, сейчас фосбери слоп, при фосбери флоп, центр тяжести спортсменки или спортсмены движутся ниже, чем планка. Центр тяжести не достигает того результата, на котором стоит планка. Поэтому нужен какой-то метод, методика нужна. Нужно перейти, делать либо прыгающие коньки, либо перейти от гаревой дорожки к тартановой дорожке. Вот не зря говорят, что из системы Мишина, что Мишин научил мир прыгать. Вот вам интересно, чтобы они вообще это сделали? Чтобы вели коньки? Сейчас от вас зависит. Вы же влиятельный человек вообще в мировом фигурном катании. Да, влиятельный. Можно не продолжать? Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok